На сцене филармонии бас солист Государственной академической симфонической капеллы России Руслан Разыев исполняет вокально-симфоническую поэму на стихи Евгения Евтушенко «Казнь Степана Разина». Композитор – легендарный Дмитрий Шостакович. Руслан Разаев приехал в Самару впервые, чтобы принять участие в международном фестивале «Шостакович над временем». Огромная честь приехать в ваш город. Он настолько чудесный, само произведение, по сути своей, мне кажется, необычное тем, что главный герой и народ. Также в этом произведении сливаются именно вот эти две линии. Причем происходит такая метаморфоза, то, что вначале народ встречает моего героя Степана Разина, как, может быть, такого, какого-то, ну, в лице какого-то скомороха, что ли, где к концу произведения уже происходит такая метаморфоза, что народ уже ему, именно сочувствуя, провожает его в слезах. В этом году фестиваль проходит в пятый раз. Его заключительный день совпал с днем рождения композитора Дмитрия Шостаковича. С 7 по 25 сентября в городе на Волге выступали лучшие музыканты и коллективы страны. Именно в военном Куйбышеве в 1942 году Дмитрий Шостакович завершил написание легендарной Седьмой симфонии, премьера которой также состоялась в запасной столице. Мы давно хотели, чтобы фестиваль, такой большой фестиваль искусств проходил в нашем городе, в нашей области. И мы рады, что это событие стало уже традицией. И в пятый раз фестиваль собирает выдающихся исполнителей с мировыми именами. Сам фестиваль – это событие, ну, как сказать, большого гуманистического, что ли, порядка, философского порядка. Это композитор, который, с одной стороны, нас возвращает в 20-е столетие, а с другой стороны, все время понимает, что Шостакович, такие имена, как Бах, Шостакович – это имена на столетие. Поэтому имя Шостаковича будет жить в наших сердцах. На закрытии фестиваля для зрителей впервые в Самаре сыграли и неоконченную оперу Шостаковича «Большая молния». Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Валерий Майоров. События.